Ну что, хотелось бы сегодня поделиться по поводу Nusa Duo, ожидания и реальность. Я надеюсь, с этого микрофончика за 100 рублей будет что-нибудь слышно. В общем, информации в интернете, сидя дома, было очень найдено мало по этому месту, было найдено много красивых фото и отзывов, которые вот у нас сложилось мнение, что возможно их писали какие-то отельеры, вот эти заказные какие-то отзывы, дабы привлечь клиентов в свои отели. Потому что здесь на побережье, вот первая линия, 5 звезд, 4-5, то есть трешек вообще нету. Вот каждый с бассейном. Цена около 10 тысяч рублей. Пляж красивый, они его очистили, но вода, в воде плавает куча листьев, тины, всего, то есть если человек приехал сюда и захотел именно в море искупаться, то это не самое лучшее место для купания в море. То есть они в основном все сидят в бассейне, ну кто-то смелый залезает в эту воду, пакеты иногда попадаются. Ну в общем вода, конечно, то есть вода самочистая, но в ней много мусора. Она... Такого мусора природного. Мусора природного, да, вот один пакет я видела сегодня. Так вот, в основном, тина, да. Я так полагаю, что это потому, что там коралловый риф сзади. И тут очень слабые волны, и вот все, что вот здесь болтается, оно здесь все время и болтается, оно никуда его не уносит. Потому что вот мы в Камбодже, когда приехали, у нас тоже была какая-то такая вот неделя времени, когда вот эта вся тина и вот какие-то пакеты болтались, а потом их снесло течением. Мы еще когда приехали, первый день вышли сюда на море, был сильный отлив, то есть тут очень много метров воды ушло, то есть было такое сильное разочарование. Как бы сейчас, конечно, уже мы попривыкли немного, и как-то более-менее ровно смотрим на это. Ну, все равно, в общем, ну, ну, саду вот это вот местечко не очень подходит для купания, потому что в интернете было написано много там этих рассказов про то, как здесь слабые волны, и хорошо с детьми. Да, может быть, тут волны не такие сильные, как в другом месте где-то, ну, вода грязная. Ну, не хочется в таком году ребенка даже как-то это совать. А так вообще красивые вот эти отели, конечно, и куча бассейнов, вот кто любит в отеле сидеть. Довольно тихо, тут как бы есть охранники местных, чтобы тут торговцев не пускают. Тут есть пару палаток таких на берегу, вот там со всякой одеждой такой, с местным колоритом. Ну, видимо, если стоят, значит, кто-то покупает. Вот, а так вот, как бывает на пляже обычно, сидишь там, постоянно ходят эти купи-то, купи-то, здесь такого нету. Здесь, конечно, такое уединение, расслабление. Плюсов много, также есть куча минусов, то есть надо просто для себя определить, какие приоритеты у тебя, и что ты хочешь получить от этого места. Вот, и уже думать, поедет сюда или нет. Хотели еще поделиться по поводу отдыха на нашу ду, если у вас ребенок, и он любит спать в коляске, пока вы гуляете. Тут есть прогулочная зона вдоль вот всех этих отелей, длинная дорожка. То есть вот кто привык вот так вот в коляске гулять с ребенком, это такое хорошее место, замечательное, да. Странно, скорее всего, так дорожка, такую длинную, вдольку деревьев, чтобы так приятно было идти, и ребенок дышит воздухом вот этим матерским, и ты как бы загораешь, то есть. Решил спуститься в плоде, такой хороший прилив. Здесь, как обычно, на пляже такая огороженная территория, типа такими буйками, где не катаются никакие ни лодки, никто, только вот можно взять на прокат байдарку, типа вот так покататься. Ну, волны такие довольно спокойные, да, действительно, людей практически нету. Ну, конечно, вот где отель, там какая-то стройка, там новый корпус строят. Вот, наверное, если ты заселился в такой отель, заплатил там 10 тысяч за сутки, не очень комфортно. А так, очень здесь даже хорошо. То есть, в принципе, можно найти место, где заселиться задешево. Вот, а хотите гулять вот сюда, потому что тут, конечно, круто вот этот круизный лайнер приехал. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, не знаю, вода теплая, чистая. Покупаться, в принципе, можно. Ну, вот, если там есть желание. Вот, я просто как бы плавать не умею, поэтому и не купаюсь. Гуляю здесь по пляжу вдоль этих дорогих резортов по дорожке, по этой вот выложенной, которую каждое утро они тщательно выметают. Вот, можно зайти в какое-нибудь кафе при резорте. Вот мы зашли вот в такое. Тут даже написано, риф-бар, что-то открыт для всех. Вот мы заказали. А, да я все съел. Ему понравилось. Вчерашний суп ему понравился меньше. Да, Феде сегодня вот заказали здесь суп томатный. Вот, вчера какой-то был совсем острый. Вот, стринг-рол еще. Ну, похоже, уже все съели. В другом магазине, да, Федя говорит, это зали, там, говорит, не понравилось. Да, здесь так оно больше похоже на такую европейскую еду, потому что там, конечно, было какое-то все местное, очень острое. Тут вот бабушка вот эта вот сидит уже там, при нас только уже третий коктейль выпивает, вот, и говорит, там, да, что, говорит, мне завтрак, я, говорит, вот, коктейль, говорит, пью, вот, это мой завтрак и есть. Ну, такая веселится, юморит. Муравьи там, да, муравьи, давай руку. Федя, говорится, купаться он не хочет. Он там, не такой там у него что-то. Федя что-то в бассейне, в общем, не фанат купаться, походу, у нас. Ура! Мама приплывала. Красная такая, вот какая-то мокрая штука. Как змея. Ред, он говорит, красная, да. Мама там купается, а Федя говорит, что не такой. Выходи, говорит, оттуда, мать. Спасибо. Да что, говорит, зарезала воду без меня. Ты еще. Акалии. Там, да, Акалии. Это же вода там купается. Бассейн, в общем, клевый. Мне тут нравится, то есть такая глубина. Можно вот на лавках тут посидеть. Можно вот так вот поваляться на лавке, заказать себе там коктейль какой-нибудь. Большой резорт. Но он какой-то вот, мы так обратим внимание, в основном одни пенсионеры. Еще там есть пенсионеры с внуками. Может быть, он типа так позиционирует себя, типа как отель там для пенсионеров или типа того. То есть, очень клево здесь находиться. Ну, спросили, можно ли мы в бассейне поплавать. Мы говорим, да, конечно, можно почему-нибудь. Поэтому очень круто получается. Мы одновременно и покушали, и в бассейне поплавали. В общем, нормально здесь. Мне нравится.